Не придет теперь на встречу, не принесет теперь цветы, как единственный в Краснодаре королеве красоты. Участниц одноименного конкурса, который был объявлен в кубанской столице, кинули за неделю до финала. Девушки готовились к нему 8 месяцев. 30 краснодарок внесли по 10 тысяч рублей, которые, по словам организатора Влады Прокоповой, шли на их развитие перед конкурсом. Но что-то пошло не так, и она исчезла со вступительными износами. Мы попытались с ней связаться, но в ответ услышали лишь короткие гудки. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. В числе конкурсантов, которые ради короны 8 месяцев сидели на диете и не пропустили ни одной тренировки, Ника Виноградова. И сейчас она выходит с нами на связь. Здравствуйте, Ника. Анна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это у вас первый опыт участия в подобных конкурсах? Если да, то почему решили принять участие? Если нет, то в чем разница? На самом деле это первый мой опыт, в котором я принимала участие. И мне сравнить не с чем. Единственное, что та организация, которая есть в этом конкурсе, мы, конечно, в шоке. Все 18 финалистов, правда, из которых сейчас осталось 16 девочек, которые будут идти до конца. Ясно. Скажите, пожалуйста, а в какой момент именно вы поняли, что звание королевы Краснодара все-таки ускользает из рук? За 11 дней до конкурса. 3 апреля мы уже четко знали о том, что нас организатор Лада Прокопова решила просто выкинуть из финала. О чем тайно нам передавали источники, но 3 апреля мы уже узнали факт. Все, она призналась, что этого финала для нас не будет. Но она заблуждалась. Финал мы доведем до конца. Скажите, но в дальнейшем будете участвовать в подобных мероприятиях, конкурсах? Изначально я думала, что нет. Но благодаря вот этой ситуации сейчас к нам обратились другие организаторы, порядочные. Они предлагают, чтобы у нас негативный опыт все-таки был изменен на позитивный. Поэтому, скорее всего, да. Я хочу все-таки увидеть обратную сторону конкурсов красоты в Краснодаре, где организаторы порядочные и свои слова выполняют все. Ну что ж, я желаю вам в этом удачи. Спасибо большое, Ника, что согласились с нами пообщаться. Надеюсь, справедливость восторжествует. Добавлю сейчас, обманутые девушки готовят заявление в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. 16 конкурсантов хотят добиться возбуждения уголовного дела. А мы же предлагаем вам послушать мнение на эту тему нашего коллеги, журналиста и человека с огромным опытом участия именно в таких мероприятиях, Алексея Шулепова. Нет, не в качестве претендента на звание, а в качестве ведущего.